всем привет снова с вами после некоторой паузы как бы загородная в общем работа движется собрал я бешеную эту адскую мясорубку вот все в принципе работает ничего другого не ожидалось единственно что проблема как всегда в этом колхозном пенинге с тем чтобы собрать кучу подобрать комплектующие выглядит все это примерно следующим образом значит желоб пока просто сидит он не вращается на данного ничего просто его можно повернуть нужное направление и этим обеспечить направление выброса верхний козырек принципе он как бы регулирует дальность выброса то есть все самые обычные классические решения далее самый обычный шнекоротор я не знаю вот ну мне было так удобно резать с одной стороны с другой стороны как бы идея этих зубьев они должны разрушать слежавшийся снег естественно что вращаются они в обратную сторону зуб как бы набегает не острой частью то есть не должно быть ни ударов ничего этими местами в имение травмоопасно хотя я думаю что если попадет по ногам тоже все равно разрубит ноги только так вот далее система шкивов натяжитель по моему от сантафехи от 1 я уже не помню по моему от нее шкивы что нашел в общем-то как бы ну не очень удачное передаточное число ну как бы вот этот двигатель вроде как лучше тянет на низах поэтому посмотрим крайне случае вот я сделал так что ремень стоит на среднем ручье в том шкиве и случае если все будет совсем нехорошо можно поиграть влево вправо немножко меняя обороты и момент от чего вал не знаю тоже какого-то оборудования видимо ну с каких-то помоечных изделий притащен разобрал я его на нем были кстати вот такие одеты я даже не знаю это как-то части мухты в общем они имеют такую насечку видно нет жестко фиксирует угол поворота я думаю эти две части подпружинить друг относительно друга то получится и поставить рычаг с тросом то получится неплохой привод например для управления вот этим роликом натяжным то есть как бы она фиксируется за счет зацепа зубьями сжимается по оси пружиной попробуем может изобразить из него совсем безотходное все было далее шкив тоже соседский здесь он сидит на прессовой посадке случае необходимости ремень снимается опора снимается все разборная ремонтопригодная ну если что для замены вот этого подшипника надо спрессовать шкив но при наличии пресса я думаю что это не составит какой-либо сложность в общем тросовый привод от этого всего дела еще сделано здесь мне кажется что я немножко переиграл с натяжкой надо было чуть-чуть придвинуть сюда наверное все это хозяйство ну посмотрим крайний случай я сделаю еще одно отверстие вот там вот и переставлю его и и и и и и вот теперь моя задача это дело все разобрать наглухо проварить со всеми усилителями там где нужно не знаю буду я по стиле да наверно надо покрасить все таки как бы климат у нас питерский сырой холодный вот и дальше уже можно принципе приводить проводить какие-то испытания это было как бы загородное будет интересно оставайтесь с нами пока пока и заходи если что